дорогие друзья всем добрый день вы находитесь на канале кокотя life меня зовут епатерина мне 45 лет и на своем канале я рассказываю о процедуре эко о том что с ней связано делюсь с вами своей историей показывает свою жизнь и рассказываю о эко беременности своей которая наступила на 10 попытки переноса я нахожусь около роддома номер 9 тут моя женская консультация вот она вот сам роддом основной выход и видите там вот стоят люди идут выписки новорожденных с мамами встречает гость с цветами родственники вернее гости как назвать для родственники встречают мамы папы бабушки детки их очень приятно вот сюда за этим наблюдать я сегодня побывала уже во многих во многих местах но только сейчас хочу снимать вам видео потому что просто элементарно мне было времени в 11 часов строящих сгонялся работа в 11 часов даже раньше на полчаса я уже была на сельском острове в первом роддоме в центре невынашиваемости невынашивания беременности вот на цервиками 3 вот встретилась там двумя женщины кстати который поступала и лежала вот она уже родила вот и одна тоже и поставили писарь она на контроль приходила вот так что пообщались посидели в очереди я в куртке потому что у нас снова какой-то прохладный день с утра было всего плюс 13 а сейчас плюс 17 и вроде на солнце начинаешь снимать равно как-то нам дает а в тени холодно и ветер да вот но стоит уже скоро 22 23 буквально на днях и надеюсь хотя бы тепло к нам придет вот надеюсь не очень мешает мне ветер сейчас я быстренько расскажу как быстренько расскажу вам что же у меня за сегодня произошло что мне сделали центре невынашивания беременности мне делались не церковь и цервиками 3 я пришла туда платно делать к тому же врачу у которого лежала на отделении на на 12 линии вот я решила уже ходить в одному специалисту специалисту именно в этой области и делать на одном оборудовании в общем она сделала у меня в итоге 24 24 и 3 24 ты я намечен намерил он при выписки ними намерили 24 вот то есть она стабильная она закрыта единственная какая-то там штука в канале вот но это не полип потому что там еще один врач который сидел смотрел они понимают насколько это что-то чуть-чуть вот вот но сам канал он закрыт на то есть они сказали что точно не полип потому что он был более ярко окрашен в общем ситуация стабильная она сказала прийти через две недели на что сказал давайте лучше придут через 10 11 11 дней вот так не спокойнее вот и в итоге записалась к ней на 17 число на 17 июня на пятницу вот я приду вот как бы получается через 11 дней потому что наслушалась всяких историй на принципе выписали и вот женщины сидели что за неделю может она укоротится допустим было там 26 стала 13 да то есть вот таким образом поэтому две недели это конечно я бы хотела и раз неделю но я понимаю что тоже как бы это не есть хорошо для ребенка вот это облучение вот значит она ничего не померила очень тщательно также кстати еще одна выписка идет вот не знаю видно покажу вам вот на крылечке стоят там вы замечательное место потом я спросила она показала мне ребеночка но это внутри вагинальным датчиком ножки там то что он не снежит для пол не видно геноми в принципе не принципиально не видно но просто никто не видит короче начала смотреть потом будет нет так не видно я датчиком посмотрю этим внешним вот это не надо не надо но они уже там решили уже врач подскочил еще вот один молодой который на узи там сидел готовы кого хотите в принципе все равно вот ну они начали смотреть короче не видно не видно ничего потому что если бы были ноги как они сказали подогнуты да то сразу вот грубо говоря это место промежность это видно да вот так как ноги выпрямлены не так всяк повертели не надо хватит мне главное что здоровый я просто просила как бы вот но не сами же заинтересовались ведь не видно смотрите на втором скрининге то есть скорее всего уже вам скажут вот можно как-то по-другому ляжет или что-то в общем дорогие друзья до сих пор не знаем уже 17 недели до сих пор не знаем кто у нас вот так тоже бывает видите когда определенно как-то ребенок лежит да то есть не с ногами с вытянутыми ногами и так далее там хотя оборудование очень хорошее значит что она мне еще сказала я говорю что у меня больничный не продлят максимум до 10 потому что это 14 дней и я говорю что а отпуск у меня 16 кстати говоря дорогие друзья не знаю говорила не говорила что отпуск у меня 16 вот раньше мне не взять никак виду там каких-то технических моментов в нашей большой большой организации у меня отпуск 16 июня по 5 июля мы запрос делали директором он подписал говорю мне надо вот эти как пищи пять дней вот эти вот даже не 5 11 11 14 что-то придумывать и он говорит ну я могу вас в больницу положить на эти дни я говорю ой не хотелось бы больницу вот это как вспомнить вот это вещи вот этот приемный покой это кошмар ну смысл да на на 3-4 дня ложиться вот так же говорит я вам дневной стационар предложить но он будет две недели как бы вот минимум да и игру ну да ну можно так дневной стационар мне все равно то есть отпуск двинется и это нормально мне главное что раньше не просто не не могут не раньше как бы оформить отпуск раньше 16 вот но в итоге я сейчас договорилась что мне просто 10 закроют больничный я в конституции уже со своим врачом 11 приду и мне просто откроет там грубо говоря на 11 12 13 14 15 дежурный врач он откроет просто другой больничный на 5 дней и мне уже как бы не придется вот это придумывать эту историю с ними стационаром там с терапевтом и потом я уже спокойно пойду в отпуск также буду ездить раз 10 дней там но если потребуется там я буду ездить и чаще то есть он там как-то будет укорачиваться буду ездить раз в 7 дней в первый роддом в центр невыношения беременности и контролировать вот что мне еще сейчас сказали по скринингу так во первых у меня пришел сипилис оказывается он пришел они просто его как бы забыли вписать вот а на горздраве здоровье петербуржца он не светится я сказал что мы очень ругали в первом роддоме что от меня не взяли сифилис если вы меня отвезли по скорой то отвезли в инфекционный 16-й роддом потому что как бы и сифилиса просто роддом не берут мне взяли уже в первом роддоме этот сифилис в итоге и этот пришел сейчас писали также пришел спит мужа анализ на спид что нету отрицательный вот тоже как бы он долго где-то болтался сдавали мы платно соседней лаборатории все короче мне отдали на руки и что мне еще дали мне сказали что по скринингу крови то есть по генетике мне еще в порядке но идет риск реклампсии может это возраст может то что вот у меня там 5 фактор это риск ассетогенетической тромбофилии то что там в этом для давления я не знаю короче они не объяснили думаю что это возраст прежде всего и тромбофилия да и мне дали направление 18-й роддом это первый перинатальный центр у нас сейчас мне надо туда записаться на самом деле врач сказал в принципе вас там у вас проконсультируют и обследуют но скорее всего кроме вашего клексана и аспирина вам ничего не предложат вот могут съездите ну это положено да если приходит риск реклампсии а риск реклампсии и преждевременных родов то вам надо туда съездить также взяла направление сама уже в алмазово потому что в алмазово там идет большущая большущая очередь вчера девочка записывалась врач мне сказала и ее записали только на 21 июля то есть я хочу вообще рассматриваю этот центр для родов так скажем да и хочу уже там наблюдаться так скажем поэтому я тоже взяла если уже приехала как бы ну а не когда мы вам дадим пожалуйста и в алмазово то есть у вас показания естественно есть и не хотелось бы в первый перинетальный этот центр в перинетальный центр 18 трудом что там как бы ну наслушалась всяких отзывов пока лежала я больнице вот что там поток что там конвейер и хочу попробовать много это я вам да а возьмут вас уже или не возьмут как они посчитают случае у вас на серьезный и серьезный в общем и серьезно у меня конвизация и серьезно конечно генетическая тромбофилия сахарный диабет это ну как бы он у многих так скажем ну и риск теперь еще это приказки получается вот поэтому буду звонить буду записываться по телефону тоже вас держать курсе обязательно расскажу как я съездила кстати 18 который перинетальный центр городской там сказали практически нет очереди да то есть быстро быстро записывают поэтому я туда попаду как мне сказали достаточно быстро вот так что сегодня у меня вот такой хороший день вот шла конечно замиранием сердца на эту цирликометрию естественно волновалась чтобы ничего не укоротилось у меня чтобы меня ну как сказать положили больницу это тоже неприятно но пришлось бы ложится естественно вот поэтому вот такие у нас новости вот такие мне дела кто еще не видел вкладку сообщества пожалуйста сейчас я озвучу тоже мы решили с мужем азетка совместное видео а так как появилось очень много вопросов там про нас про наши отношения там про отношения в нашей семье и это же личные условия ну вот вот много 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 вопросов на личных таких да к нему там нам совместно то что ко мне принципе я отвечаю до стараюсь комментариях отвечаю видео вот и мы решили сделать такое видео если понадобится даже сделаем два из двух частей где отвечаем на ваши вопросы поэтому пожалуйста кто хочет задать вопросы так будет просто удобно не под видео здесь писать вопросы к нему и к нам совместно а заходите вкладку сообщества вчера я как раз ночь вечером вечером до ближе к ночи опубликовала эту этот пост и пишите под ним вопросы если даже какие-то вопросы будут повторяться ничего страшного весь равно пишите значит а если будет одинаковые вопросы мы просто будем один зачитывать и ближайшее время конечно снимем для вас такое видео интересное чтобы не только как пишут не рассказывайте только беременности там об эко больше показываете себя больше рассказываете там куда вы ходите каких-то интересах ну и так далее да какие-то там такие познавательные виды города и так далее да то есть люди хотят слышать не только эту тему особенно не связан с этой темой наверное это очень тяжело постоянно слушать я понимаю да вот сильный ветер и слушать их холодина вот дорогие друзья на этой ночи больше не буду отвлекать ваше внимание закончу свое видео всех было рада видеть всем спасибо за поддержку скажу немножко так про отрицательное вчера за пришлось не заблокировать одну даму ольга с до уже с она попала по я просто когда была на даче я не смотрела комментарии но потом у меня волосы стали дыбом она понаписала мне там порядка 10 а то и больше всяких оскорбительных не очень хороших комментариев где она назвала маму мою маму мою мама называла старой бабкой вот у меня кукушкой татьяну которую мы собирали деньги они там было тоже несколько комментариев при нее она назвала женщины инвалидом с престарелым мужем вот так же кичилось что она сама живет в испании сделала себя сама работает рука на руководящей должности все они в шоколаде ну и вот эти все сообщения там естественно про молодого мужа про нефибродство это уже понятно и уже как бы это все мимо ушей да ну вот когда там оскорбляют родственников естественная и на прямо так и написала что все и отправляю вас банк и все терпение мое лопнуло вот поэтому вот так тоже бывает моему ангельскому терпению иногда приходит конец так скажем вот не надо трогать родственников не надо оскорблять не надо опускаться до каких-то превознося себя опускаться до каких-то низших да ну короче я не знаю человек настолько не воспитан настолько бескультурен настолько бесцеремонен что такие гадости да даже ладно про меня вот но вот еще еще назвала она назвала тех кто собирал деньги тоже там на татьяну тоже короче в общем все мы плохие она одна хорошая поэтому отправилась бам дорогие друзья вот я надеюсь вы меня в этом поддержите не нужны нам такие комментаторы критика конечно нужна критика конструктивная пожалуйста да там какие-то вопросы но вот когда идут вот это вот старая бабка там ну и так далее нет я даже этого не потерплю и как бы даже у меня это моментально щелкнуло и все я сразу сразу это сделала так скажем за минуту все дорогие друзья всем хорошего дня всем теплого лета хорошего настроения пока пока и до новых встреч